Владимир Андреевич Дмитенко, главный тренер команды АКБЕ. Сегодня завершился первый этап чемпионата. И, Андреевич, вкладки комментарии, которые я и потом уже, если вопросы будут у журналистов. Ну что, игра. Последняя игра. Два дня, три дня, два дня, три дня играли. Решили сварьировать составом. Движения явно не хватало бы сравнительно с соперником. Ну и, соответственно, я думаю, не рассчитали. Хотя мы и предупреждали, что надо играть более строго сегодня в обороне. Потому что шашки нагло играть. Сегодня мы играли так, в обороне. И слишком открыто мы играли для сегодняшнего матча. Для этого нужно силы иметь. И, в общем-то, сегодня, можно сказать, и состав был немножко такой экспериментальный. Ну, не экспериментальный, но такой новый состав. Поэтому много чего не получалось. И, я думаю, в конечном итоге, вот это решило, на мой взгляд, было подержать первый тайм. Во втором тайме уже где-то более свежие игроки выходили и где-то могли забить его. То, что игра должна была быть такой, мы не сомневались. Спасибо. Путин Ильич, вы сразу сказали, что знали, что игрокам основного состава не хватает. Да, не хватает. Бегал, больше нас, два-три раза. Да, наши программы, типа, эти сережки. И все-таки вопрос, почему вы не рискнули? Кого? Вы не рискнули или дать больше времени молодежи еще больше молодежи составить? Или они просто не досягивали? Мы должны были спасать, мы же должны, мы же должны, мы же должны спасать игру. Если бы счет был положительный по первому тайму. Нет, самого начала. А кого еще ты молодежи? У нас, это же уровень другой совсем. Мы хотели очко завоевать сегодня. Очко завоевать. Три очка сегодняшние давало одно очко. Мы хотели его завоевать. Это не товарищеская игра была. У нас, мы так и планировали, что сыграя первый тайм, где-то во втором тайме выйдут наши, как бы, атакующие лидеры по атакующим порядкам. И где-то решат какой-то вопрос по атаке. Но пропустили гол. Это сразу изменило все же стратегии матча. Я думаю, ничего страшного нет. Сейчас главная подготовка к этому предстоящему матчу. С исландцем. Конечно, обидно то, что мы там отдали вот эту очко в гонке. С остальной обидно. Но мне больше обидно то, чтобы мы людей не потеряли перед ответным матчем. Юрий Тарасенко, журналист. Вопрос несколько, так сказать, обобщенный. Вы в команду пришли, так сказать, с самого начала, перед началом сезона. То есть, вкратце, буквально схематично, итог можете подвести, так сказать, игры команды «Акту-Б»? Если. Все ли получилось то, что задумывалось? Мы пока ни из одной гонки не выпали. Ни в Кубке, ни в международных, ни в чемпионской. Поэтому, я думаю, где-то на неплохо, может быть, я так скажу. Могло быть лучше, конечно, там. Но на неплохо, я бы сказал, если обобщить все матчи. Неплохо с единицы до пятерки. Неплохо, неплохо. Неплохо. Может, отлично не дотягивает, но, может быть, на... Хорошо, плюс-минус, это каждый уже сами, вы там, добавьте минус или плюс-четверки добавьте. Можете в четверки минус добавить. Можете прикрусовать. Но я думаю, что минимум на четыре мы в среднем отработали. Спасибо. Еще один вопрос. По двум конкретным игрокам, которые не получали достаточно нагрузки, должны были быть свежими. Это Тагаберген и Гридин. У Тагабергена было какое-то сумасшедшее количество потерь, ошибок, а Гридин просто минут за 15 он встал. С чем это связано? Они прошлый матч пропустили, в принципе. До этого у них был достаточно такой режим. Возможно, игровой практики не хватало достаточно для того, чтобы быть именно выигровым. Возможно, возможно. Все возможно там. Я не скажу, что они там плохо. У них там проблема с общей физической подготовкой. Сегодняшняя игра показала, что у нас разрозненные на поле находились одни в одном виде, другие в другом. В общем, у нас баланса не было. Баланса. Все общего движения. Общее движение. Кто-то думал, что сегодня я меньше могу бегать, потому что ту игру играл. А кто-то говорил, я сейчас не говорил, а думал. Сейчас я побегу. Когда идет дисбаланс, все должны двигаться, все должно быть гармоничным. Сегодня гармонии не было. Атаки и обороны. Баланса не было. Атаки и обороны не было. Я еще раз говорю, мы его всегда держали первый танец. Спокойно выиграли, не дергались, не носились. У нас Харабара первые 15 минут, он сделал скоростную работу. Я думаю, на весь матч хватит. Куда он бегал, я не знаю. Потом он подустал, уже явно плыл. У нас в обороне были из-за этого проблемы. Плюс еще центральные защитники чрезмерно шли. Я говорю, у нас дисбаланс был, у нас люди в разной степени подготовки. Поэтому кажется, что Бридин не добегал. Наоборот, он бегал, старался за всех. Поэтому он и устал больше всех, может, уже к середине матча. Он бегал, он пыхтел. Он же нельзя сказать, что он встал и стоял. Он старался, пыхтел. Просто он решил всю нагрузку на себя завалить. Это же не так все. Все должны двигаться в игре. Общее движение должно быть все 11 человек. Или тогда все должны играть компактно. Команды надо было. Сегодня у нас командной игры не получилось, может быть, общей. И в обороне, и в атаке. В атаке во втором тайме все забили один, а потом еще второй. Сейчас по-другому разговариваем. Мамент автономы создать, в принципе. Даже он играет каждый матч практически без замен. И ему хватает сил на весь матч по движению. И он колоссальный объем работы выполняет. А Хайрулина не работают на тренировках или что-то. Потому что смотрим на этот матч, и не понимаешь, что происходит. Будем разбираться. Посмотрим, что происходит. Вот это называется профессионализм. Спасибо. У него, может, угрейдерной скорости не хватало. Из-за этого он не опережал. У Хайрулина техники хватает. Где-то ему тоже тяжело было. Всем было тяжело. Просто у Хайрулина есть другие качества, которые смотрятся. Не только движение, кто больше бегал, а кто больше, кто лучше играет с мячом, в пас, мышление. Это все едино. Не просто так, вот тот больше бегал, а этот меньше. Из-за этого тот лучше играет, а этот меньше играет. И хуже играет. Все же сопоставляется с игровым мышлением, со скоростью, с техническим совершенством. Хайрулина мы сегодня выставили. Потому что это форвард. Мы надеялись на него. То, что он будет продавливать там где-то что-то. Но у нас общей картинки игры не было. Поэтому и он выпал. Хайрулин. Большая часть эпизодов сыграл нормально. Но в этой эпизоде тоже где-то не успевал. Но у него другое. Он же получает мяч. У него есть какое-то игровое решение. Поэтому он здесь играет. Сколько уже? Восемь лет, да? И завоевал титул. Поэтому у нас Бридин и Хайрулин разные амплуа, разные стили игры и так далее. Владимир Андреевич, согласитесь, скажите, да или нет. Игра нашей команды с лидерами. То есть две разные команды. Команда с лидерами и команда без. С лидерами это что? То есть когда играют в полном составе с лидерами команда. И команда, которая играет без лидеров, это две совершенно разные команды. А, с лидерами команды? С лидерами команды имеется в виду... Когда играют все лидеры команды. Лидеры, основные игроки команды, да? Основные команды. Или я думал, лидеры... И когда не играют, некоторые игроки выпадают из состава 3-4. Это две разные команды. Почему мы сейчас по одной игре будем там панику разводить? Я вот это не могу понять. Нет, просто да или нет. Я не знаю. Мы выиграли игру в том же составе. Мы выиграли игру в Ордобаса. У нас был, может, чуть-чуть другой стиль игры. Мы больше от обороны играли. Поэтому мы выиграли. Сегодня мы не рассчитали свои атакующие возможности. Мы в Ордобасах играли. Мы ни одного момента не дали составить. Здесь забили гол. Точно, точно в таком же составе. Там же такие же лидеры были. Игридин играл. Так и Берген играл. Игра на игру не приходится. Это футбол. Сегодня мы играли бы от обороны. Но 0-0 играли бы, сыграли бы. Или 0-0. Или забили еще один гол. И все. Пропускать не надо просто. И все. Пропускать. Когда нет сил, пропускать не надо. Вот это точно знаю. Когда нет сил, на данный момент у нас не хватало общекомандного движения, пропускать не надо. Это уже доказала и Караганда, когда проиграла, например, Эрдобасан и Астана свои очки теряла. Это естественный процесс. Мы сейчас тоже можем паниковать. Но давайте паниковать разведем, что-нибудь выводы делаем. Я думаю, сейчас выводы есть кому делать. Хорошо. Спасибо.